Сегодня мы будем продолжать изучать то, что сказал Рабиханина Бендоса. В предыдущие уроки мы говорили про то, что если страх и трепет преобладают у человека над его мудростью, то его мудрость устойчива. Если же это наоборот, мудрость превышает его страх и трепет перед Творцом, тогда мудрость его не сохранится, она неустойчива. Ну и продолжает Рабиханина Бендоса и говорит. Ву, а я умер, кольше маасав мэрубим бэ хохмато, каждый у которого его поступки больше, чем его мудрость, хохмато миткаемт. Его мудрость устойчива реализуется. Вэх, кольше хохмато мэрубам маасав, эль хохмато миткаемт. А каждому, у кого мудрость больше, чем его хорошие поступки, его мудрость неустойчива. Итак, в чем же разница между тем, что он сказал вначале и потом? Он сказал, что страх должен предварить и быть больше, чем мудрость, чтобы мудрость реализовывалась. А здесь он говорит о поступках. В чем разница? И комментаторы объясняют. Рававадия из Бартанура, он говорит, что в предыдущем начале Рабиханина Бендоса предупреждает об осторожности. Зайерут, которые необходимы, чтобы не нарушить запреты Торы. А здесь он говорит о зрезут, о быстроте в исполнении воли Творца при совершении заповеди. То есть, начало заповеди льо-тасе, не деланье, будь осторожен, не нарушь, а теперь заповеди деланье. И в том и в другом случае только, когда человек осторожен, чтобы не нарушить, и стремителен, чтобы исполнить. Потому что это тоже сказали наши мудрецы. Если приходит тебе в руки заповедь Аль-Тахми-Цена, так же, как Хомыц, когда мы берем и льем воду в муку. И если мы активно работаем, тогда это не квасится. А если оставили, то это как раз процесс изготовления Хомыца, то есть хлеба. Оно должно заквашиваться. То же самое говорится про заповеди. Это то, что сказано. Сур-мира, отодвинься от зла, ва-сет-тоф, и делай добро. Значит, первая часть – это заповеди льне деланье, запретительные. А вторая часть – заповеди деланье, повелительные. И объясняет так в комментарии на Широ-Ширим, Гаон из Винна, одну строчку из Широ-Ширима, из песни-песни. И шакени минешикос пигу, целуй меня поцелуями уст твоих. Что значит? Объясняет Раш. Есть поцелуй в руку, есть поцелуй в лоб, а есть поцелуй губы в губы. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что ласки твои не дороже всех наслаждений мира. Ти то вим до деха ми яй. И вот что объясняет Гаон из Винна. Это мы говорим о том, что есть поцелуй, который на самом деле как два поцелуя. До деха, ласки. И объясняет это Гаон из Винна, что мы знаем. Яйнь – это вино. С другой стороны, числовое значение этого слова – яйнь – это 70. И мы говорим, что есть 70 лиц Торы. То есть 70 разных возможностей понимания, толкования, постижения Торы. Так вот, объясняет Гаон из Винна, на что это похоже поцелуй, который произошел у горы Синай. Когда еврейский народ подошел к горе Синай, и Творец дал нам Тору. Первые две заповеди. Написано так в трактате Макот, в конце. Дара шираби симлай. Тора цива лану муше. Тору повелел нам муше. Тора – числовое значение. Так говорит Талмуд. 611. Но ведь у нас 613 заповедей. А первые две заповеди мы слышали непосредственно от Творца. Первая – Анухи, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. А вторая – Люйелихаэллхимахерим альпанай, чтобы не было у тебя других божеств или сил, которым бы ты поклонялся перед моим лицом. Объясняет Гаон из Винна. И это основано на том, что объяснено в Медраше Сифре. Что есть такие примеры, когда… Ну, то, что впрямую сказано. Шамор – это значит береги, соблюдай. Везахор – помни. Мы слышали одним речением. И это говорится о субботе. Шамор – береги, сохраняй. Это основа запретительных заповедей. Запрещено делать нарушения, запрещено делать одну из 39 работ, которые запрещены в субботу. А Захор – это заповеди делами. При наступлении субботы и при исходе надо ее освящать. Это то, что мы делаем Кедуш, и то, что мы делаем Авдалу. Хорошо. Но продолжает Гаон и объясняет, и это на основании Сифри. Первая заповедь и вторая тоже одним речением были сказаны. И тогда то, что мы знаем. Анухи, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства. В тот момент, когда у горы Синай прозвучали эти слова, сказано, ни одна птичка не щебетала, ни одна собака не лаяла, ни один лев не рычал, никакой осел не производил звуков. Листья не шевелились, ветер не гудел, говорит Творец мира. И это речение слышится во всем мире. Впервые миру открывается тот, кто его сотворил. И это основа всех 248 повелительных заповедей. А вторая, льо и елыха, чтобы не было у тебя, это источник всех запретительных заповедей. Но мы уже говорили с вами, что первая буква, с которой начинается вся тара, это не буква алиф, а буква бет. Бет это два? Бет это байт, это дом, бет это бен, сын, бет это бараха. Замечательно. Но с горы Синай первое речение, с которым открывается Творец мира, это буква алиф. Да как же так? И все повелительные заповеди, и все запретительные, одним речением сказано. Чему это пришло мне научить? Тем более буква алиф. Алиф, буква алиф свидетельствует об алюфошелула, о верховном правителе всего мира. Да как же так? И повелительные, и запретительные заповеди из одного источника. Ведь перед нами это раскрывается как два пути. Делай так и не делай так. Так ты можешь себя построить. И мы с вами говорили, что 248 – это числовое значение имени Аврагам. И когда он получил это имя? После обрезания. Когда он владеть начал всеми своими органами тела. 365 – это мы говорили, это как капилляры между органами, по которым идут все жизненные силы. С другой стороны, 365 запретительных заповедей связано с 365 днями солнечного года. Ты, тот, кто получил повеление исполнять 248 повелительных заповедей, не ошибись, не сойди с своего пути, не уйти на пути других народов. Запрет. Да как же это из одного источника? И мы говорили с вами про арабий Ханину Бендоса, который сказал «Эйн одмелевадо» – нет ничего, кроме него. То есть связь с источником. Откуда эта душа, которая была вдунута в ноздри первого человека? От кого вдунут? От Творца. И тогда человек, который крепко связан с своим корнем. В корне, там где и повелительные, и запретительные, они соединяются в единое целое. То есть повелительные заповеди говорят «не нарушай то же», а запретительные говорят «соблюдай то же». Одно заключается в другом. Они не даны, как одно и еще одно. А это соединение в единое целое. Потому что от одного источника они даны. И это то, что говорят наши мудрецы. Наш учитель Муше Рабейну, он поднялся на такой уровень, когда у него нету выбора. Он поднялся над выбором. Над возможностью нарушения. Это то, что говорит выбор. Хочешь – соблюдай, хочешь – не соблюдай. Повелительные – не делать. Ты тоже получил право от Творца. Хочешь – не делай, хочешь – делай. Запретительные – не делай. Но хочешь – делай. Муше поднимается над этим выбором. То, что говорит Творец – это в его руках реализация. Но каждая митцва, мы получаем ее, преодолевая желание не делать. Или преодолевая желание делать. То, что Творец сказал – делай, по природе человек не хочет делать. То, что Творец сказал – не делай, по природе человек хочет делать. И вот на этом преодолении, на этом выборе построена любая митцва. Но Тора, который дал Творец горы Синай, она вне выбора. Так объясняет мораль из Праги. Когда евреи стояли у горы Синай. И то, что написано в Талмуде, что Творец подвесил над ними гору, как перевернутый чан. И сказал – примите Тору хорошо. Нет, здесь будут ваши могилы. Тора, объясняет мораль из Праги. Для них было открыто, абсолютно ясно, что вне Торы нету жизни. То есть Тора дана нам, как жизнь. Каждый отход от Торы – это не жизнь. Но как мы реализуем Тору в мире? Это через заповедь. Через то, что я через выбор выбираю исполнять то, что он говорит. Или не соблазняюсь и не нарушаю то, что он сказал – не делать. Эта заповедь приходит к нам через выбор. Но то, что объясняют наши мудрецы. Когда прозвучала первая заповедь Анухи. Что произошло с евреями? Слова Торы были установлены в наших сердцах. А когда произвучало второе речение – лёйе – вышло полностью дурное начало из наших сердец. Мы поднялись на уровень первого человека – Адама – до греха. Но как же сказано в Мишле? Все действия Творца ради Него. И так же злодей в день зла. И это то, что объясняет Гаон из Вилья. Всё то, что делается в мире – это ради Творца. Он объясняет, что леман, гей и вав. Гей – это письменная тара, вав – это устная тара. Пять книг Торы – гей, вав – шесть разделов Мишлеют. Леманы – гу. Но причём же здесь. И так же злодей в день зла. И оказывается, что злодей, который выбирает нарушать волю Творца. Как реализуется, что и это ради проявления Творца в мире, когда он получает наказание за то зло, которое он сделал. То есть получение наказания – это тоже реализация воли Творца. И сказано, что злодеи в мире правды, что они? Они становятся как источник слёз. Они заливают всё слезами. И говорят, Творец, ты правильно меня судил. Ты правильно взыскиваешь с меня за все мои нарушения. Тогда мы сказали, но это же помимо их воли, это как крокодил, которого ловят на гарпун. Это как собака, которая не может ловить. Как лист, который падает с дерева. Это разве его заслуга? И объясняет Гаон Равмой Шапира, что когда, то, что написано впрямую в трактате Гития, когда Ункелус вызывает с помощью колдовства, с помощью вызывания Ова, он до того, как принять еврейство, вызывает души пророков мира, Билама, Титуса, и вызывает дух злодея народа Израиля. И вот они даже там, эти души злодеев, Билама и Титуса, они говорят, спрашивает он, кто самый важный там, в мире правды. Они говорят, евреи. Так может быть присоединиться к ним? Нет, невозможно. У них столько заповедей. Наоборот. Выступи против них. Тот-то в этом мире выступает против них, он поднимается. А что же говорит злодей народа Израиля? Тот, кто был причиной пролития океанов еврейской крови. Там в мире правды, он говорит. Каждый, который выступает против них, как будто палец втыкает в свой зрачок. Прилепись к ним и войди. Потому что они цель всего. Вы понимаете, что даже когда злодей получает наказание за свое злодейство, через это он реализует волю Творца. То есть это даже в мире наказание. Это его выбор. То, что он принимает с ум Творца. И тогда мы видим, что все то, что сотворено Творцом в мире, ради реализации письменной и устной Торы. И также злодей, который получает наказание, через это реализуется что? То, что повелительные и запретительные заповеди. Анухиев, Ало-Елыха, они имеют единый корень и сливаются в своем источнике. Это то, что произошло, когда вошли злодеи в храм. Что они увидели? Они увидели Крувин, двух ангелов, которые были над крышкой ковчега. Или есть такое мнение на порохет, на покрывале, которое отделяло святой святых от святынь. Там были изображены Крувин. Так сказано, что в тот момент, когда обрушилось наказание на еврейский народ, они были обращены лицом к лицу. Ведь так было в храме, который сделал, построил шлом. Они были крыльями обращены наверх. Уже был ковчег завета спрятан. Но вот эти ангелы, они были повернуты один к другому. Как повернуты? Если евреи исполняют волю Творца, они повернуты один к другому. Если нарушают, они должны быть развернуты, спинами стоять. Когда обрушился гнев Творца, когда был разрушен храм, что увидели враги? Что ангелы, эти Крувин, направлены один к другому. То есть что Творец сделал? И это объясняет Равшим Шинпинкус, что память о праведнике была благословена. Что когда Творец увидел, что евреи не могут выносить этот свет, который он им дает, он обрушил гнев на балки и камни. Разрушил храм. И тогда могут какие-то люди подумать, что, ну, как ребенок, который ударяет по стулу, который ему нанес удар, или по шкафу. Так вот, так мы можем понять то, что произошло там, то, что Творец обрушил гнев на камни и балки, разрушил храм, а не уничтожил еврейский народ. Объясняет это Равкаем из Воложина, что на самом деле человек сравнивается с храмом. Его мозг, то есть присутствие души, это святое святых. Его качество – это святыня, там, где был семисвешник, это источник мудрости, там, где был стол с хлебами приложения, это источник богатства, там был золотой жертвенник, на котором восносилось благовоние. Это качество человека. И, наконец-то, Азара – это двор, куда собирались все евреи в три годовых праздника, там, где приносились жертвы. Это что? Это действие человека. Так вот, Объясняет Равкаем из Воложина в первой главе Нефиша Хай. То, что Творец обрушил гнев на камни и балки, это было убийство еврейского народа. То есть тот народ, который стоял на уровне, как храм, то есть тот, кто мог быть тем, кто получает свет Творца, это было разрушено. Мы опустились. Объясняет Гаон из Вилин, что в тот момент, когда был разрушен храм, это как будто мертвец. Перед нами лежит мертвец. Дальше мы отправились среди народов мира. Это сказано, что после этого плоть начинает гнить. Черви и так далее. Мы во власти других народов. Но у нас еще есть кости. Что это такое? Это еврейские мудрецы. Это места изучения Тора. Но происходит еще что-то. И кости начинают рассыпаться. И что же мы уже превращаемся в прах? Единственная надежда наша. Вы понимаете? Чтобы Творец воскресил мертвых. То есть это то, что написано впрямую у пророка Ихискеля в 37-й голове. Спрашивает Творец у него. «Скажи, а живут ли кости сухие эти или нет?» И отвечает пророк. Творец, ты знаешь. Так вот эти кости сухие – это весь дом Израиля. Так пророчествуй о них. И говори, что вот ветер придет. И вот соберутся, начнут эти кости собираться. Один мой друг, композитор в Москве, Иуда Лейб Гоффман. Я ему показал эту главу из «Пророка». И он написал музыку. И что там в этой музыке было? Вдруг мы слышим. Звук такой. Это начинают кости собираться в скелет. Дальше они покрываются плотью. Покрываются кожей. Но они еще не живые. Так оживут они или нет? Так, говорит дом Израиля. Мы настолько высохли. Настолько нет у нас даже капли духовности, что нет надежды. И вот пророчествуй о них. И вот придет дух. И вот они оживут и встанут. Вы понимаете, о чем идет речь? Мы по отношению даже к нашим дедушкам. Мы с дипломами университетов, с кандидатскими, с докторскими. Мы не доходим даже до щиколотки в их духовном уровне. В их полагании на Творца. В исполнении заповедей. А наши прадедушки. А еще на несколько поколений. Мы знаем глав нашего поколения. Мы знаем наших мудрецов. Тогда они рядом с теми, с тем же поколением Хофетскаем. Они уже даже не как маленькие ученики. А Хофетскаем перед мудрецами, перед своим учителем, Рабинохонка Изгородна. Что Хофетскаем, ему сколько это было? 14 лет, 15 лет. Когда он увидел, как Рабинохонка Изгородна закрывается в синагоге, учит одну книгу. И он увидел вокруг него огонь. Вы понимаете? Это тот уровень, на котором мы были, когда был храм. Ведь три раза в году каждый еврей приходил в храм и поднимался на совершенно другой уровень. Он выходил оттуда другим человеком. Так вот, этого мы лишились. И при всем при том, если мы учим Тору для того, чтобы ее реализовывать. То есть, мудрость Торы нам дана не для того, чтобы называться большими рабинами, главами Ишив, а для того, чтобы правильно жить в мире Творца. Мудрец предыдущего поколения, Хазуныш, рав Аврам Ишая Карелец. У него не было Ишива. Не было документа о том, что он раввин. Но все главы Ишив приходили к нему, чтобы советоваться с ним, чтобы задавать ему свои вопросы. То, что он говорил, для них было абсолютное... Вы понимаете, что? Его жена сердилась. Ну, что такое? Что вы все к нему приходите? Закройтесь в комнате 30 лет, учите Тору. К вам будут приходить. Это то, что мудрость, которая подтверждена жизнью, поступками человека. Только такая мудрость может сохраниться. Это то, чему научил Рабиханина Бендоса. Сказано так, что... Говорит Рейшлаки Шталбург, что когда человек завершает свой мир, путь в своем мире, в нашем мире, через 120 лет, мы говорим 120 лет, но царь Давид сказал, дни жизни нашей 70 лет, а в особенной доблести 80 лет. И вот он приходит туда. И какие же первые вопросы? Первые шесть вопросов, которые ему задают. Первый вопрос. На Сатова, на Татова, были твои поступки, твои дела, твой бизнес в соответствии с тем, что ты учил, в соответствии с верностью Творцу? Следующий уровень, следующий вопрос. Кова тазманим ли Тора? Установил ли ты постоянное время для изучения Торы? Цепита ли ушуа? Асактаба прия урвия? Шесть вопросов. И после всего, это то, что объясняют комментаторы, это то, что имеет отношение к шести разделам Мишнаюта. После всего, Ираташем, Иихохма. То есть, трепет перед Творцом именно эта мудрость. Вы понимаете? Человек может учиться у самых больших еврейских мудрецов. Я встретил одного человека в тюрьме Рамли. И он учился у Равшлома Залмана Ойербаха, величайшего мудреца предыдущего поколения. И он говорит, вот, ты видишь, до чего я дошел. И вот он стоял, этот человек, в Йом-Кипур, курил сигарету. А синагога, там в основном были сефардские евреи, они молились. И вдруг один сефардский еврей, Бальчуа, вышел и сказал, ну, я же вижу, что ты хочешь войти внутрь. Ну, бросай сигарету и заходи. И он зашел. И вот благодаря этому дню, в Йом-Кипуру, он сделал чуву. Главное, для чего мы учим Тору, для того, чтобы ее реализовывать. Тора, который только на губах человека, а не в его мыслях, не в его поступках, эта Тора не может реализоваться. И даже человек обладает большим-большим знанием Торы. Талмуд его сравнивает со слов, нагруженным множеством книг. Это то, ради чего мы учим Тору, божественную мудрость, учит Рабиханина Бендоса, чтобы стать источником этой мудрости, чтобы через поступки человека, через его слова, а тем более мысли, он реализовывал эту божественную мудрость. Это цель жизни человека. И если человек не достигает этого, то для чего ему жизнь? Если ты не занимался исправлением своих качеств, для чего тебе жизнь? Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...